Здарова, бандиты! С вами я, Стив Про, и сегодня я вам покажу скин разработчика, а именно скин джеба для Майнкрафта Покс Эдишна. Собственно, пока я искал данные скины на простарх интернета, я нашёл много чего, но, к сожалению, мне попался только один скин джеба. Хотя мне попадался скин ночи и скин разработчика музыки, но при установке двух этих скинов у них почему-то становилась чёрная голова. Я не знаю, с чем это было связано, возможно, данные скины были созданы и установлены на старой версии Майнкрафта, или вообще не признаначены для компьютерной версии Майнкрафта. Но специально для вас я нашёл один довольно прикольный скин, и, друзья, если вы хотите, чтобы я очень хорошо постарался, потратив свой час, чтобы найти ещё несколько скинов разработчиков, то поставьте лось и напишите в комментарии, хотите ли вы ещё скинов разработчиков. Возможно, я смогу найти скин ночи и скин разработчика музыки, и, возможно, скин Томаса, но это не точно. Но всё зависит от вашей активности. Собственно, друзья, данный скин вы могли видеть во многих Майнкрафт-анимациях. Собственно, рука уже хорошо проделана, проретализирована. Мы видим, во-первых, травяной амулет такой из травы, который довольно хорошо, опять же, прорисован. Ну, а теперь пора взглянуть сзади, друзья. Во-первых, сразу, что бросается в глаза, это головной убор, а именно травяная повязочка. И, кстати, он у нас седой. Также мы видим, что наш персонаж одет в какую-то кожную одежду, и на ногах у него какие-то ботиночки. А ноги и руки одеты в какую-то непонятную курточку. Похоже на буддизм, но, друзья, это вроде не то. Но я могу ошибаться. К сожалению, давайте убавим музыку, что-то она здесь слишком стала громкой. Собственно, друзья, от первого лица всё очень хорошо. Кстати, вот эта борода, которую мы видим сейчас, она сделана в 3D. И росточки, которые наверху, они также были выполнены в 3D. Ну, собственно, здесь мы видим пояс, который хорошо сделан. И, друзья, мы видим серенький кулончик у нашего персонажа Джеба. Что ж, скин и правда хорошо прорисован. И, друзья, почему-то в углу у него есть ещё какой-то травяной росточек. Не знаю почему, но Джеб сравнивает себя с природой. Все вот эти повязочки, кулончики из травы делают такой намёк, что он связывает себя с природой. Или с природой вообще Майнкрафта. Но, друзья, это сложно понять. Потому что он изображает себя ещё таким седым. То есть, маленько стареньким. Ну, всё это удивительно. Ну, и сам разработчик нашего Майнкрафта Джеб. Он очень странный и очень удивительный. Ну, если вам понравился данный скин и обзор, обязательно поставьте лайк. И, друзья, не забудьте подписаться на канал. Ну, а на этом всё. С вами был я. А мы увидимся в скором видео. Или вообще увидимся на сервере.